сегодняшний рецепт предназначается в первую очередь для тех кому курятин надоело во всех своих видах ему хочется чего-то новенького всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду чудовищное развитие автоматизированных птиц и фабрик настоящих фабрик по производству курятина привело к тому что этот вид мяса белка стал наверно самым распространенным и самым доступным в 99 случаях из 100 люди готовят ежедневно осточертевшие им рецепты вы не представляете сколько раз ко мне обращались с вопросом а подскажи что можно новенького интересного приготовить из говядины там из птицы потому что надоело уже все я предлагаю рассказываю показываю отправляю ссылки на следующий день спрашиваю ну как результат понравился а в ответ чаще всего слышу да знаешь не стал были не стала это готовить просто бросила курицу в пакет для запекания присыпала солью открыла пакетик с пряностями для курицы сыпанула и приготовила как всегда и в результате дети двоечники работаем без огонька статистика разводов растет экономика в руинах завязывайте с этой порочной практикой посмотрели ролик и бегом на кухню готовить хватит в интернете ковтыкать некогда нам родину с колен поднимать надо итак в рамках сегодняшней задачи мне понадобится картофель ну еще молодой такой вот мелкий розмарин сладкая горчица оливковое масло чеснок куриные грудки естественно лимоны лучше всего если они будут очень ароматные яркие и куриный бульон сначала займусь гарниром здесь очень просто я собираюсь запечь картофель в духовке печеный сам по себе хорош но я же говорил в начале про надоевшие рецепты поэтому добавив буквально одну маленькую дополнительную нотку я собираюсь придать сто раз надоевшим блюду новый вкус и эта нотка сладкая горчица всего-то надо смешать ее с оливковым маслом конечно же надо брать масло ароматное со вкусом с запахом и картошку в этой ароматнейшей смеси старательно конечно же вы сейчас будете спрашивать а можно ли заменить оливковое масло на какое-нибудь другое послушайте ну не существует мире рецептов ну за исключением рецептов например колбасы по госту в которых четко однозначно сказано берите столько-то грамм того-то семь с половиной граммов третьего восемнадцать граммов четвертого готовьте только так все у вас получится нет ну вот например в этом рецепте если заменить оливковое экстра виржин на подсолнечное запахом получите вы такой же результат как у меня да нет конечно будет ли это съедобно да будет будет ли это лучше или хуже чем у меня это решать вам и вашим гидокам вкус то у всех разные я же мне рецепты показываю а идеи рецептов и вам принимать решение целиком эти идеи принимать или только в какой-то части ладно отправлю картошку в духовку она мне уже разогреться до ста восьми градусов все пусть печется а я приступаю к основному блюду и обращаю ваше внимание рецепт элементарнейший простейший возни с ним ну на 5 на 10 минут больше чем с курицы запекаемых пакете кусочки режу примерно с грецкий орех размером крупный грецкий орех до масло в кастрюльке уже можно разогревать опять оливковое и его потребуется довольно много но в этот раз я беру примерно 3 экстра виржин и две трети рафинированного это потому что мне нужно не просто обжарить курицу а получить еще и такой ярко выраженный оливковый аромат и вкус естественно вообще говоря на средиземке по крайней мере в нашем валентинском регионе очень очень много масла в пищу употребляют например есть рецепты в которых картошку или рыбу буквально варят в масле то есть температура его не выше 100 градусов кипения нет и все варится медленно тихонько обулькивает потом масса сливают а продукт лежит такой на тарелке и истекает этим самым маслом консистенция совершенно восхитительная ну конечно же много такой еды не съесть это нужно привычку иметь ну или закалку какую из панцев ладно масло разогрелось давайте обжаривать огонь посильнее жарить надо до появления местами румяной корочки но до готовности водить ни в коем случае не надо и вот кстати важный момент я вам говорил вначале что кусочки курицы должны быть нарезаны с грецкий орех размером с крупный грецкий орех нарежете мельче к тому времени когда не вас подрумянится внутри уже будут абсолютно готовы и значит при последующей тепловой обработки высохнут высохнут напрочь будет полная ерунда они вкусные классное блюдо поэтому крупный грецкий орех может даже еще немножко покрупнее они снаружи уже созолотились а внутри еще абсолютно сырые а значит сочные посмотрите какая красота все следующий там излишек масла сливаю он уже не понадобится сюда отправлю выдавленный лимонный сок сразу посолить и добавить черного перца перегон совсем слабый и пусть минут 15-20 потомится за это время лимонный сок частично выпарится частично впитается в курицу перерыв продолжаем разговор завершающий этап добавляю куриный бульон немного тимьяны цедра лимона и накрываю крышкой и пусть томится еще минут 15 все вот и весь рецепт еще момент если у вас нет заначки куриного бульона то покупайте целую курицу для сегодняшнего рецепта разделывать ее на запчасти отделяйте куриные грудки они пойдут в рецепт куриные ножки отправьте в холодильник для другого рецепта а из остовой спинки варите бульон брось туда морковки перешков каких-нибудь например лука и лука порея для вкуса вообще возьмите себе за правило варить это мясо или птицу варите больше бульона с тем чтобы половину отлить и заморозить всегда пригодится на кухне ладно пока у меня все это дело булькает и кипит вам основные этапы для памяти у меня все готово пора за стол вот такая классная картошечка получилось очень ароматная за счет чеснока и розмарина и курочка лимонная какая бульона здесь только жалко что у меня свежего тимьяна нет его бы на последних этапах тушение курочки в кастрюльку добавить вообще было бы просто фантастика ну и так тоже неплохо картошечка с курочкой и лимоном как видите рецепт чрезвычайно прост как курочка что тут у меня запах лимонный насыщенный так впечатление немного не хватает сладости я надеялся что лимон и достаточно спелый достаточно яркий нет немного сахара можно добавить я сейчас и сделаю очень важный момент выбор лимонов правильный если у вас они немного недозрелые недостаточно яркие то возможно от указанной количество в рецепте количество лимонного сока нужно убавлять немного сахара добавлять количество цедры наверное ну одного среднего нет вот не такого крупного лимона какой у меня да а даже поменьше можно брать если они недостаточно спелые я признаться честно в москве очень редко на действительно яркий вкусный лимон и попадал так теперь что касается картошки так вот эту вот штучку замечательно мой аромат совершенно волшебный сочетание чеснока и розмарина и горчички просто какой-то какой-то феерическая картошки нет вообще никаких замечаний просто сказка в горчице она сама достаточно сладкая там есть еще и уксус кисленькая и вот эта картошка запеченная мне и сладость и кислинка сочетается просто какая-то какая-то фантастика ну что вот вам простенький рецепт с достаточно большим вариативным рядом добавок того всего 5 10 для того чтобы этот бульончик получился может быть более густой можно его загустить добавив небольшое количество муки при обжаривании курочки можно использовать не только белое мясо но и красное мясо с тех самых ножек короче творите выдумывайте пробуйте и давайте приступайте уже к увеличению волового продукта страны надо поднимать экономику с колен спасибо вам за лайки дизлайки отдельное спасибо за репосты и конечно спасибо за компанию всем пока спасибо за субтитры за субтитры Алексею Дубровскому!